Местное время на телеканале АКТИС, студия Ирина Шавлюк. Здравствуйте! В правительстве при Ангаре обсудили организацию работы в летних лагерях, в частности безопасность пребывания в них детей. Ожидается, что в этом году оздоровление пройдут более 200 тысяч школьников. Обеспечение полноценного и безопасного отдыха детей является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. Также необходимо обратить внимание на грамотный подбор и расстановку педагогических кадров в оздоровительных лагерях. Важно, чтобы мы максимально охватили ребят, которые требуют внимания и контроля. На организацию детского оздоровительного отдыха в бюджете области предусмотрено около 800 миллионов рублей. В южных районах при Ангаре сохраняется высокий риск природных пожаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России. В отдельных территориях ситуация оценивается как чрезвычайная. Тем временем в Ангарском округе к горячему сезону подготовка идет полным ходом. О мерах профилактики Александр Бычков. С начала года в Ангарском округе зарегистрировано уже два лесных пожара. Их общая площадь превысила 300 гектаров. Как ожидают пожарные и метеорологи, в ближайший месяц оперативная обстановка продолжит ухудшаться. Потому самое время задуматься о мерах профилактики. Мы уже эту работу организовали. С 11 апреля уже министерством лесного комплекса приказом введен пожароопасный период в лесах. Работа патрульных групп, патрульно-маневренных, маневренных групп и патрульно-контрольных уже организована. Мы уже эту работу проводим. Но в связи с введением особого противопожарного режима, установлением высоких классов пожарной опасности, эта работа будет организована еще в более широком формате, то есть ежедневно на постоянной основе. Работа по профилактике пожаров организована также и администрация округа. В период особого противопожарного режима патрулировать городские леса будут несколько мобильных групп. Среди них два волонтерских спасательных отряда, а также казачья дружина. Это поможет как можно скорее выявить очаг возгорания и оповести экстренные службы. Наша задача найти и сообщить. То есть если какой-то пожар, мы также сообщаем в ЕДДС службы спасения для того, чтобы выехала машина для тушения. Небольшие очаги возгорания и добровольцы могут ликвидировать своими силами. Необходимые для этого инструменты у отрядов имеются. Напомним, с 30 апреля в регионе вступает в силу особый противопожарный режим, в связи с чем сезонные развлечения в виде шашлыков на ближайшие полтора месяца будут под запретом. Мы будем задействовать также квадрокоптер, который будет выявлять у нас тех, кто нарушает правила противопожарного режима. И эти люди будут привлекаться к административной ответственности. Тем более с 30 апреля у нас там ожидается сухая ветреная погода. Поэтому обращаемся к гражданам, чтобы не разводили костры, не сжигали сухую траву. В наиболее популярных местах для пикников в ближайшие дни будут установлены фотоловушки. Это необходимо для выявления нарушителей. Ведь зачастую даже у природного пожара есть свой автор. Так, по предварительным данным, два последних возгорания произошли по вине людей. Александр Бучков, Олег Левченко, Местное время. О происшествиях. Из гостиницы Ангара сегодня ночью эвакуировали 150 человек. Загорелся пристрой к основному зданию. Как сообщается на сайте регионального МЧС, причиной ЧП мог стать поджог. В Усольском районе в дорожной аварии сегодня утром пострадал мотоциклист. Он врезался в автомобиль. Обстоятельства ДТП устанавливаются. А в Нижне-Илимском районе в аварию попала газель, которая перевозила детей. Недалеко от поселка Коршуновский микроавтобус столкнулся с Нивой-Шевроле. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Детей госпитализировали в ближайшую больницу. По факту ДТП проводится проверка. К другим темам. Следующий учебный год школьники при Ангаре начнут с церемонии поднятия флага. С 1 сентября ее будут проводить во всех образовательных учреждениях страны еженедельно. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Обеспечить школы государственной символикой должны за счет средств нацпроекта образования. Отмечу флагштоки на сегодняшний день есть лишь в некоторых учебных заведениях. В каком формате проводить ритуал еще тоже предстоит решить. Ангарск присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка». Она приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. В Приангаре волонтеры и активисты планируют распространить 95 тысяч ленточек на улицах и площадях, в общественных местах и на транспорте. «Георгиевская лента, как выживший цветок, что видел взлом загубленное детство. Сожженные селения, руин смертельный смог. Не просто символ памяти наследства». «Я помню, я горжусь». Под таким слоганом уже более 15 лет проходит международная акция «Георгиевская ленточка». Миллионы людей в России и других странах прикрепляют символ победы к одежде, демонстрируя свое уважение к тем, кто сражался с гитлеровской Германией. Главная цель таких мероприятий – воспитание молодого поколения чувства гордости за Родину. «У нас в этом году более 50 заявок поступило на участие в этой всероссийской акции. Одним из условий акции – это проведение мероприятия, посвященного Дню Победы Великой Отечественной войны, которая подразумевает раздачу Георгиевской ленточки и информирование населения о том, что такое Георгиевская ленточка, как ее носить». Только в Ангарске представители школы и организации получили больше 10 тысяч ленточек. До 9 мая их планируют раздать каждому желающему. Ведь это символ связи поколений и дань памяти фронтовикам Великой Отечественной войны. Александр Красовский, Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время. Открытие паромной переправы на Ольхон перенесли на неопределенный срок. Лед в этом месте еще довольно крепкий. Ранее паромное сообщение планировали возобновить с 1 мая. Напомню, ледовую дорогу на остров закрыли 1 апреля. В межсезонье добраться туда можно только на воздушной подушке. Кроме того, откладывается открытие переправ в Нижнеудинском и Киринском районах. Доказали стране, что являются лучшей командой. Ангарские футболисты вернулись из Санкт-Петербурга с Кубком победителей Всероссийской специальной олимпиады. В масштабных соревнованиях приняли участие 23 команды из разных регионов. Нашим спортсменам пришлось нелегко, но они уверенно обошли всех соперников, а самыми сильными из них оказались футболисты из Северной столицы и Архангельской области. Утвердились как команда, как одна из лучших команд Иркутской области. И нас вообще-то не восприняли там как серьезных, но мы доказали, что мы сильные. Мне там очень понравилось. Мне понравилось, как ребята играли. У меня сейчас появилось то, что туда еще уехать. Особенностями здоровья год назад при школе был создан клуб «Викинги». Наши спортсмены регулярно участвуют в различных состязаниях, но эта победа, по мнению тренерского состава, настоящий прорыв для команды и большой стимул для новых достижений. В областном центре открылась региональная выставка СИП «Подовольствие-2002». Свою продукцию представили свыше 70 предприятий. Выставочные павильоны оформили производители мясной, молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции. Разнообразие выбора и богатый вкус сибирских продуктов оценили и наши корреспонденты. Специальный репортаж Андрея Иванова. Молоко, сыр, колбаса, мясная продукция и полуфабрикаты, ароматный хлеб, конфеты, овощи и даже оздоравливающие продукты из ценных сибирских трав. 28-я региональная выставка СИП «Подовольствие-2022» объединила более 70 производителей из Иркутской области, республики Бурятия, Красноярского и Алтайского края. Я хотел бы всех поблагодарить организаторов, кто в непростое время сегодня организовал вот эту встречу. Пожелать в первую очередь профессионального роста по всем направлениям. Ну а мы со своей стороны, конечно, заинтересованы для того, чтобы жители Иркутской области доступно имели возможность приобретать любые товары. В эпоху серьезной санкционной политики в отношении нашей страны товары местных производителей набирают все большую популярность. Доказательством этому как раз и служит выставка СИП «Продовольствие-2022». Большинство ярких стендов привлекает внимание покупателей приятными ароматами и такими же приятными ценами. Возле павильона участника выставки группы предприятий Янта всегда много людей. И это неудивительно широкое разнообразие всевозможных колбас, молочных продуктов, полуфабрикатов и других традиционных составляющих каждого холодильника никого не оставит равнодушным. К тому же давно известно о всем, качество продуктов Янта из года в год остается на высочайшем уровне. Мы можем с уверенностью сказать, что нас сейчас пока запасов хватает для того, чтобы обеспечить рынок. Будем надеяться, что урожай следующий тоже это позволит сделать. То, что касается цены на самые основные, самые главные виды продовольствия, продуктов питания. Цены как и предприятия пищевой промышленности, производители, так и торговля. У нас есть штаб, вы знаете, который действует во главе с губернатором. Есть специальные рабочие группы, которые уже по направлениям работают. Мы будем держать. Что касается цен, то они действительно радуют. В выставочном павильоне ООО «Саянский бройлер» подвоз продукции со склада осуществляется регулярно. Покупатели буквально сметают товар с полок. Невероятный ассортимент охлажденной продукции, мяса, колбасы и других изысканных яств на любой кошелек заставляет каждого посетителя выставки задержаться у павильона «Саянского бройлера» и обязательно что-нибудь приобрести. Вообще мясная продукция на СИП-продовольствии, пожалуй, одно из самых популярных направлений. Буквально у каждого стенда с таким товаром яблоку негде упасть. ООО «Свирский гурман» не исключение. Необычные решения для нашего стола привлекают своей простотой и удивительным вкусом. Разноцветные пельмени обожают дети, а деликатесы из оленины придутся по вкусу взрослым. Ну а после мяса, конечно, необходим десерт. И таких предприятий на выставке в избытке. Например, торговая марка «Марчук». Несмотря на то, что полуфабрикаты есть в линейке и этой компании, сегодня на выставке представлены всевозможные торты, рулеты, выпечка. Разносторонний подход предприятия к выпуску качественной продукции позволил в кратчайшие сроки зарекомендовать себя среди покупателей с наилучшей стороны. На этой выставке много всего вкусного. А что у вас? Здравствуйте. Мы производим масло. Производство «Горный Алтай». Масло подсолнечное, нерафинированное, холодного отжима. А это сделаны на основе масла соусы. Этот павильон заметен издалека. Торговая марка «Отфенечки» предлагает своим покупателям всевозможные орехи, приготовленные по необычным рецептам. Здесь же представлены знаменитые семечки от «Фенечки», популярность которых давно ушла за пределы Иркутской области. Сибэкспоцентр стал своего рода зеркальным отражением продуктового изобилия сразу нескольких регионов. Кроме того, на выставке представлены необычные бизнес-проекты. Пожалуйста. Ну, ваше здоровье. И ваше. Интересные ощущения. Очень приятные. Интересный стартап молодой бизнес-вумен из Иркутска привлекает внимание не только нестандартным видом выставочного павильона, но и самой идеей. Сок из молодых ростков пшеницы. Получаемый зеленый коктейль содержит в себе практически все необходимые человеку витамины. А 30 миллилитров концентрата по своей полезности заменяют полтора килограмма фруктов. Вот идет процесс отжимов. А на порцию сколько такое? На порцию вот где-то вот так вот надо. Половина вот этого подборчика? Да, да. Ну, все зависит от того, ну, вот здесь она немножечко еще маловато, но ее можно чуть-чуть еще подрасти. Но здесь она, наоборот, больше концентрированный. Его может быть меньше сока, но он концентрированный и, соответственно, полезнее. В последнее время тенденция полезных продуктов набирает все большие обороты. Не обошлось без исключения и эта выставка. Например, продукция М-Курунга. Это своеобразный спрей, который помогает от ларингита и других заболеваний. Сделан из натурального молока. Кроме этого, в линейке производителя пробиотиков нового поколения М-Курунга еще целый ряд препаратов для здоровья. Например, многофункциональный симбиотический продукт «Кумыс Байкал». Он приготовлен на основе натурального коровьего молока с добавлением кобыльева. Очень полезен для кишечника и повышения иммунитета как взрослых, так и детей. На выставке «Семь и удовольствия» мы участвуем каждый год. Уже на протяжении, наверное, 10 лет. Представляем свою продукцию, которую производим на основе натурального коровьего молока в селе Оса Иркутской области. О полезности молока практически все знает Любовь Зайцева, генеральный директор ООО «Фирма Лактовит». Микробиолог и медицинский работник по образованию. Она уже 29 лет занимается изготовлением по-настоящему полезных продуктов. Мы являемся ежегодными участниками выставки «Семь и продовольствия». И задача наша, конечно, показать то, что мы сделали, особенно показать новинки. Каждый год мы вырабатываем два новых продукта. И, конечно, для того, чтобы люди понимали, потому что наш ассортимент очень большой, насчитывает 54 именования. Причем наш ассортимент учитывает и возрастные особенности. То есть у нас есть продукты с нуля, с шести, с восьми месяцев. Вот такие бутылочки. Разные вкусы для разных потребностей. И творожочки детские с шести месяцев у нас, шести месяцев с года. Поэтому ассортимент наш большой. Чтобы люди понимали, мы вот здесь и стоим, чтобы рассказывать людям подробно о нашем ассортименте. Выставка «Сип-продовольствие-2022» только началась. Натуральные продукты пользуются большой популярностью у покупателей. Попробовать купить или просто ознакомиться с местными товаропроизводителями и не только можно до 29 апреля в «Сип-экспоцентре» в городе Иркутске. Андрей Иванов, Дмитрий Новопашин. Местное время. В Иркутске на выставке «Сип-продовольствие-2022» ангарская компания «Каравай» и кондитерская фабрика «Амта» представляют свое производство, включая ряд совершенно новых продуктов. Какие именно, узнаете далее. Компания «Каравай» вместе с кондитерской фабрикой «Амта» традиционно приняли участие в ежегодной выставке «Сип-продовольствие-2022», открывшейся в «Сип-экспоцентре» в городе Иркутске. Представлены новинки, в том числе уже ставшие известными конфеты «Байкальские легенды». Это мягкий кедровый грильяш с добавлением ореха кешью, облепихи и клюквы. Этими же ягодами расширена линейка конфет «Байкальский метеорит». У потребителей они пользуются большой популярностью, особенно в качестве сувениров дальние регионы нашей страны. Особый ажиотаж у посетителей выставки вызвала хлебная продукция. Кроме традиционных сортов хлеба, таких как «Дарницкий», «Житный», «Батон молочный» появились и новинки. У потребителей реакция крайне положительная. У нас сейчас прошло только полдня, а часть продукции уже закончилась. Особенно новинки наших хлебов «Каравай», «Ришский», «Бражский». Компания «Каравай» будет представлена на выставке «Сип-продовольствие» до 29 апреля. Андрей Иванов, Дмитрий Новопашин, «Местное время». К этому часу у меня все новости. Подробная картина дня в нашем вечернем выпуске в 19.30. Не пропустите. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok